Привет, мои дорогие! У меня сегодня для вас очень важное видео, которое, возможно, не станет популярным, потому что масло, о котором я вам хочу рассказать, достаточно дорогое. Я заказала его в интернет-магазине и заплатила за него около 800 гривен в рублях, это где-то 2500 рублей. Но когда вы узнаете про пользу, которую оно оказывает на наш организм, что оно вообще с ним делает, вы поймете, что оно стоит своих денег. Конкретно это масло у меня пакистанское, еще у меня есть одна бутылка египетского масла, и я знаю, что еще продается эфиопское и другие разные страны азиатские, там, где в основном произрастает черный тмин. Это масло я пью уже не первый год, я начинаю курс обычно осенью или зимой, когда иммунитет ослабленный. Мне очень хорошо помогает от выпадения волос. У меня, когда сильно выпадают волосы, я пропиваю курс 2 месяца этого масла, и все, волосы у меня растут крепкие, здоровые и перестают выпадать. Но кроме этого, там столько пользы, что вы сейчас обалдеете. Смотрите, чем отличается это масло от других органических масел? В первую очередь тем, что там очень сбалансированные количественные показатели содержания жирных кислот. Масло черного тмина более чем на 80% состоит из ненасыщенных жирных кислот, как вы знаете, самых полезных, которые отвечают за нормальный обмен веществ, и вообще благотворно влияют на весь наш организм. А теперь давайте слушать, что оно делает. Ну, в первую очередь, масло черного тмина – это просто такая полезная бомба для иммунитета. Она пробуждает слабый иммунитет, подорванный болезнями или плохой экологией. Очень-очень сильно укрепляет иммунитет в целом. Его применяют при болезнях в дыхательной системе. Оно очень хорошее влияние на них оказывает. Это противовоспалительные, жаропонижающие, бактерицидные, противовирусные и отхаркивающие. Это первое дело при повышенном давлении. Эффективность лечения говорит сама за себя. Из 100 человек у 97 нормализуется кровяное давление при приеме масла черного тмина. Очень хорошо для сосудов, потому что укрепляет стенки сосудов и препятствует образованию тромбов. При кожных заболеваниях можно мазать этим маслом. Причем такие болезни, как дерматит, псориаз, экзема, витилиго, акне, разные грибковые заболевания. Причем в результате испытаний это природное средство оказалось намного эффективнее, чем стероидные кремы. Это одно из древнейших средств, которым лечили при гастрите. Очень хорошо влияет на желудок, желудочно-кишечный тракт в целом. Улучшается работа пищеварительной системы, увеличивается перистальтика кишечника, восстанавливается баланс PH. Улучшает работу печени, избавляет от глистов, улучшает работу легких и почек. Помогает человеку бороться с болезнями и повышает жизненную силу. Снижает уровень холестерина, выводит из организма паразитов. Также помогает сбросить лишний вес и препятствует дальнейшему ожирению. Очень хорошо оказывает профилактическое действие при генекологических заболеваниях у женщин. Да, наверное, в принципе нет такой болезни, которую это масло не лечит. И в настоящее время многие известные фармацевтические компании разных стран мира добавляют семена и масло черного тмина в свои лекарственные препараты. Как принимать это масло? Я лично принимаю 1 столовую ложку масла в день перед едой за 15 минут, то есть натощак. Оно на вкус горьковатое, поэтому можно запивать водой или заедать медом. Можно добавлять его в салаты вместо, например, оливкового или растительного подсолнечного масла. Можно в чай добавлять, то есть можно по-разному его употреблять. Можно мазать этим маслом кожу, лицо или огрубевшие участки. Можно мазать волосы перед тем, как мыть, делать маски. Оно будет стимулировать выработку коллагена. Кожа станет более упругой, гладкой и будут даже уходить морщины. Противопоказания нельзя беременным, а также людям, которые недавно сделали операцию по трансплантации органов. Я могу бесконечно говорить об этом масле и о том, какое оно полезное, но лучше вы попробуйте сами. Противопоказания